Мой прадед Василий Федорович, сенатор, родился в 1927 году в селе Вознесенка, Родинского района. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 14 лет. Тем не менее, в 1941 году его мобилизовали на Урал. Так прадед оказался в Свердловске. Сейчас этот город знают как Екатеринбург. Еще до войны там работало около 160 заводов и фабрик. С началом Великой Отечественной большинство предприятий стало работать на благо фронта. На одном из таких заводов и работал Василий Федорович. Про будни в тылу прадед рассказывал мало. Говорил, что работал на Свердловском заводе, было тяжело и непривычно. Трудиться ему приходилось в компании таких же подростков. Мальчишки, которые не подошли по возрасту для фронта, воевали со станками с утра и до позднего вечера. Из истории. Приезжие рабочие жили в маленьких комнатах по 4 человека. Места хватало только для кроватей и узкого прохода между ними. Среди рабочих завода был глухонемой паренек, которого его сверстники постоянно били. Дошло до того, что его выставили из комнаты вместе с кроватью. Тогда мой дед и его друзья занесли эту кровать к себе, поставили в узкий проход и стали жить в комнате в пятером. Когда закончилась война, прадед не сразу вернулся на родину. В Свердловске он пробыл до 1947 года. Когда он уезжал из своего села, ему было 14, а вернулся он в 20 лет. После войны Василий Федорович женился и переехал в село Ярославцев Лог родинского района. Там он прожил всю жизнь и умер в декабре прошлого года.